В этом году треть абитуриентов не набрали минимальный пороговый балл на ЕНТ. 154 тысячи граждан по всей стране сдавали тест 276 тысяч раз с учетом второй попытки. В Павлодарской области аннулированы результаты 21 абитуриента. Как теперь им поступить в ВУЗ? Расскажем далее. Тестирование в электронном формате закончилось 5 июля. По его результатам минимальный балл набрали более 103 тысяч абитуриентов. По сравнению с прошлым годом этот показатель выше на 7%. В этом году высший балл по стране составил 139. Более трех тысяч горожан набрали более 120 баллов. В Павлодарской области два абитуриента набрали 134 балла. В среднем у нас более 9 тысяч раз тестирование сдали ЕНТ. Это с учетом двух попыток в этом году. Так же, как и в прошлом году, была выделена возможность для тестирования сдать тестирование два раза. И с лучшим результатом поступить и участвовать в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта. В этом году вопросы ЕНТ были составлены, опираясь на обновленную образовательную программу. У кандидатов была возможность подать на апелляцию в течение 30 минут после окончания теста. Так, были поданы более чем 50 тысяч заявок. 318 из них были удовлетворены. Кроме того, результаты 21 абитуриента были аннулированы за нарушение правил тестирования. Было наличие сотовых телефонов, смартфонов и также наличие шпаргалок, в том числе вынос информации из аудитории. Абитуриенты, кому не удалось сдать ЕНТ в этот поток, могут принять участие в тестировании в августе, но без права участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. А также у них есть возможность принять участие в самом главном тестировании страны в следующем году и претендовать на бюджетное место в ВУЗе. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Иртасакпарад. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Иртасакпарад.